Крупный план Ну кто же это сейчас уже помнит Потом были еще гастроли И последний раз мы здесь работали 10 лет назад Но это была еще старая программа Старое шоу Сейчас мы привезли абсолютно новые проекты И что Как бы знаменательно Что все-таки Киров Он находится немножко в стороне От путей центральных сообщений И сюда завести Большую программу очень дорого И сложно Поэтому 10 лет мы проезжали мимо Но сейчас волей судьбы Мы попали все-таки в Киров И очень приятно Что нас здесь и помнят еще И ждут Как вам наша публика вообще? Не избалованная Публика точно что Не избалованная Очень приятно работать Люди оценивают все на 100% То есть с самого начала программы Зрители подхватывают настроение И поскольку сама программа Длится без остановок и пауз То есть мы не даем Зрителю Отключиться От самой программы Мы позволяем отключиться От внешнего мира Пускай это будет 2 часа Но это будет 2 часа Которые запомнятся надолго То есть это будет 100% яркие впечатления На долгие годы Андрей вопрос такой Вот я почитал вашу биографию Вы же начинали как спортсмен Да бывший спортсмен Бывших спортсменов не бывает Спортсмен, гимнаст А сейчас вы артист-дрессировщик Вот как произошло вот это превращение? Ну это такая длинная история Вообще по идее я должен был после спорта Пойти и стать тренером по спортивной гимнастике Обычная такая стезя Вот поскольку я Мастер спорта Мастер спорта В молодом возрасте И собственно мы по идее все так Ну это наше основное было бы призвание Дальше тренировать, учить, обучать детей Вот ну по сути я реализовался на животных Ну в цирк хотя я попал как гимнаст Как гимнаст воздушного полета Вообще вопрос такой Смотрите вот когда обычно говоришь с артистами цирка Чаще всего сталкиваешься с тем Что это представители уже таких династий укоренившихся Но если у кого-то не папа с мамой То дядя совершенно точно был в цирке Ну сейчас цирк он такой мега современный Вот и на династиях Наверное не вытянуть этого всего Ну то есть я к тому спрашиваю Вас вот как-то вот родственников занятых в цирке не было Нет, у меня дочь работает Ну это уже следующее поколение Ранее мы цирком не занимались То есть всегда тренер пугал Если будете плохо тренироваться Окажетесь в цирке Вот так и получилось Видимо плохо тренировались все-таки Вот и собственно я не жалею Вот и как тренер я реализовался вот именно в работе с морскими львами Потому что дрессурой этих животных Ну это очень сложно назвать Потому что здесь абсолютно такой тренинг идет И подход именно как в работе с детьми Вот нужно обязательно объяснять долго, нудно объяснять, дожидаться того момента Пока человек поймет, что от него требуется Вот и планомерно, и естественно нужно наблюдать Ну на всякие, на все вот эти вот дела, конечно же, обязательно нужны знания Нужны знания, как правильно ухаживать за животными, как их правильно кормить, содержать Вот и если придется, конечно, и лечить Погодите, Андрей, вопрос такой Вот вы артист, гимнаст, воздушного полета Да, вот вы закончили там высшее учебное заведение И морские львы, ну скажем так Я мягко скажу, не очень обычные животные Вообще, по-моему, уникальные Я не слышал никогда, чтобы их дрессировали Вот как вы встретились с морскими львами? Я и говорю, что дрессировать их Ну в том значении слова дрессура Ну как вот собаку дрессируют, да? Так невозможно наверняка Ну собаку тоже больше тренируют, чем дрессируют Дрессируют тигров, дрессируют, там, я не знаю, там, кого еще Вот здесь бегемоты славы приезжали дрессируют Здесь именно как человеком, потому что интеллект То есть идет воспитание? Интеллект, да, интеллект настолько высокий Очень умные животные Вот я ничего про них не знаю совершенно Они очень умные, они очень способные Они очень трудоспособные И очень большая у них отдача Чем больше в них уложишь, тем больше отдача То есть последние, наверное, 5-7 лет я с основной парой морских львов Я даже не репетирую ничего Потому что тренированного тренировать, только растренировать Вот они работают, вот четко им главное не мешать Вот все делать правильно Привычно для них И работают как часы А вот эта вот пара, которая с вами, им сколько? Вот по возрасту, сколько им лет? Соня с самого начала у нас, она 97-го года рождения То есть ей уже 22 года Это для них возраст большой? Это возраст уже большой Они вообще долго живут? В идеале 25-27 лет Это в природе? Ну да, но природа тоже для них такая вещь Вещь опасная, да Вещь опасная, да То есть надо и охотиться, надо и выживать Ну в идеале, говорят, 25-27 лет они выживают То есть она уже такая взрослая очень Она уже очень взрослая, то есть она и работает уже более 20 лет в Манеже И второй Боб, ему 18 лет Он мальчик? Да, он позже поступил немного Вот и они сейчас работают в паре, но уже достаточно долго А со скольки они лет с вами? С года, год в год мы их берем Ну это если повезет, конечно Но это на самом деле получается как ребенка воспитываешь? Конечно, конечно и подход абсолютно такой же То есть вообще нужно иметь железные нервы Там спокойствие такое Там как, я не знаю Вот терпение, терпение Нужно ждать и ждать И смотреть, к чему животное больше предрасположено Потому что бывает такое, что ты бьешься, бьешься, бьешься над чем-то А оно ловит совершенно другие Вот надо вовремя это все увидеть, подкрепить и развивать То есть все равно как бы идет от того, к чему склонен саму Конечно, конечно Ну первые трюки, они как бы джентльменский набор Они строятся там не так долго Там в течение 5-6 месяцев Можно уже подготовить животное Чтобы На каком-то элементарном уровне Да, выходить в манер Чтобы уже, ну собственно, не было как бы стыдно Вот, а серьезные интеллектуальные трюки Они даются только после общения там 4-5 лет Вот, когда уже животное полностью тебе доверяет Оно позволяет брать тебя за любые части тела Вот, и нет никакой агрессии, естественно Вот, и полностью тебе верит И уже, конечно же, понимает человеческую речь Ну, определенные фразы, определенные команды То есть, ну, это как бы не критерии Они работают и на жестах, и на взглядах даже То есть, очень-очень хорошо чувствует взгляд То есть, если у меня плохое настроение Они сразу это чувствуют Так же самое, как и я Чувствуете, когда у них плохое настроение? Да, я чувствую, когда я им неинтересен То есть, это вот самое-самое плохое Когда ты понимаешь, что ты для них неинтересен А вдруг во время представления? А вот такого вдруг не должно происходить Поскольку мы все-таки работаем не в замкнутом Ну, в манеже, по сути У нас бассейн, 200 тонн воды Вот, достаточно большое пространство Для того, чтобы погулять, покупаться Вот, если животные не захотят работать По какой-то причине Сделать с ними что-то, ну, просто невозможно То есть, они силой не репетируются Вот, они невозможно заставить Если у них нет интереса к тебе Вот, и, как мы говорим Нужно договориться на берегу Как мы будем Здесь буквально, в смысле, на берегу Строить наши отношения Вот, ну, и, естественно Нужно договариваться Нужно договариваться Вот, и тогда мы выходим И решаем нашу общую задачу С таким положительным коэффициентом А что вперед появилось? Морские львы или цирк на воде? Что из чего следовало? Морские львы, они, как бы, стали Символом нашей программы Цирка на воде Поскольку, ну, если цирк на воде Должны быть и животные, связанные с этим У нас были и лебеди, были утки Вот, они потом Мы их убрали, потому что Очень сильно они портят нам воду Вот, а Все, что касается работы там Животных, там, крокодилов, питонов Морских львов Люди плавают у нас в бассейне То есть мы научились Ухаживать и подготавливать воду До такой степени, что она, по сути, питьевая Естественно, как каждую ночь Мы все это обрабатываем Поскольку Нельзя допустить, чтобы Кто-то От чего-то страдал Либо животные От людей Либо Либо наоборот, да Да, люди от животных Поэтому За 20 лет Никаких нареканий не было А вообще, как эта идея родилась Цирка Новодевять Вы слушаете, он в Советском Союзе был ведь? Да, в Советском Союзе был И на момент создания нашей программы Автором Которой является моя супруга Яна Шевченко Вот, это ей пришло В голову Возродить Вот это вот в 98-м году, да? Да, в 98-м году Конечно же, это был не такой проект Как сейчас Вот, ну, смелости Смелости нужно было много Нет, ну, смотрите, вот вы рассказываете Об этих вот сложностях Связанных с тем же Ну, просто содержанием воды Да, это надо же было сразу понять Что это очень трудное дело Да, ну, мы начинали с бассейна Который вмещал в себя Всего 60 тонн воды Вот, и этот бассейн рос Четыре раза То есть сейчас Пятая версия уже Конструкции, на которой мы работаем Вот, и мы добились Идеального состояния Для того, чтобы было комфортно Людям работать Ну, плавать Потому что плавают тоже спортсмены Это все, мастера спорта Вот, чтобы им было комфортно плавать Чтобы животным воды хватало Толще воды Вот, чтобы техникам Хватало нашего оборудования Ее обрабатывать Там, подогревать Очищать, обеззараживать То есть, чтобы Весь этот вот цикл Был управляем Вот, и чтобы мы могли Если что Что-то пойдет не так Где-то какое-то оборудование Дает сбой Чтобы мы могли Оперативно это отремонтировать И дальше продолжать успешно работать Вот, и сейчас вот эта вот Пятая версия Которая, она идеальна По глубине бассейна По его величине зеркала Вот, по... Ну, для нашего оборудования Очень приходит Хотя, конечно, мы оборудование Сами просчитывали Сами, ну, собственно Как практически все Что мы показываем Все фонтаны Они это абсолютно Авторское произведение То есть, это необычный городской фонтан Который можно увидеть Ну, это все спецзаказ, безусловно Нет, это не спецзаказ Это все авторское произведение Это мы все делаем сами То есть, своими руками У нас своя производственная база У нас свои станки Да Там у нас токарно-фрезерные станки Трубогибы Вот, и сварка Мы варим любой медал Так у вас промышленное предприятие А не цирка У нас, да Небольшая своя производственная база Это тоже дает возможность Вот этот вот зазор Где-то сберечь нервы Когда фирмачи подсаживают Как это было в начале нашей истории На дорогое импортное оборудование Которое периодически Начинает ломаться И опять же, его ремонтировать могут Только те же фирмачи И тоже очень хорошие Конечно То есть, это подсаженные На фирменные Эти самые дела Вот, и мы пришли к тому Что нам удобнее работать самим То есть, мы Естественно, мы берем Итальянские насосы какие-нибудь Вот, они, слава богу Не ломаются Но все остальное Мы делаем своими руками И по тому опыту Который мы наработали За эти 20 лет То есть, все, что сейчас мы показываем Это все сделано руками наших инженеров Плюс электроника Мы берем, конечно, китайскую Но мы ее переделываем Перепаиваем под себя То есть, очень хорошие Там у них конструкторы И покупаем И делаем правильную электронику Которую Дает нам возможность Учить воду летать То есть, она у нас Тоже дрессированная Обученная Эта вода То есть, таких вот фонтанов Как у нас Такой вот производительности Их вот просто так не увидеть Ну А вообще в мире Аналогичная программа есть? И это не самое интересное Самое интересное в том Что все-таки Есть бассейны с фонтанами Есть бассейны для плавания Есть бассейны Для содержания животных А здесь все это вместе в одном? Внестили все это в один бассейн Плюс у нас, конечно же Декорации, которые мы тоже Сами придумываем Сами их изготавливаем Это очень трудоемко Но мы называемся Единственная программа В данном роде И поэтому Не можем себе позволить Чтобы говорили Что мы там где-то В чем-то халтурим У нас все на высоком уровне То есть все даже Обычные барьеры По которым ходят люди В которые заключен Наш водный манеж Вот Тоже по сути Авторское произведение Это были новые технологии На то время Мы их внедрили И уже вот 6 лет Практически работаем Не знаем горя Хотя раньше у нас Постоянно были с этим Проблемы С этими барьерами Они накапливали себя грязи Мы не могли их отмыть Мы их там полировали Там целые субботники Устраивали Чтобы привезти бассейн Чтобы он выглядел прилично Вот Но эту вот историю Мы тоже все-таки победили И у нас всегда Торжественный зал Как новый То есть как будто Его только сделали Специально для этого представления Я просто начал же спрашивать Есть какие-то аналоги Вашего цирка Скажем заграничные Зарубежные Ну собственно Или это вообще уникальное Вот такое явление Нет конкуренции Я бы так сказал Есть Некоторые Аналоги Вот Которые собственно Там у нас приворовывают Кое-что там На Украине Это же приятно Когда кто-нибудь У вас что-нибудь Так тихонько тащит Ну Собственно Не то чтобы приятно Но Это говорит о том Что вы все-таки достигли уже Мы кстати За это не так сильно боремся Потому что пока Они у нас что-то своруют Пока они поймут Как с этим работать Мы уже делаем что-то новое И собственно Вот Даже это подстегивает Для того чтобы не стоять на месте Для того чтобы развиваться И дальше То есть Все равно Людей сейчас Очень сложно Удивлять Радовать Все-таки Такая Жизненная у нас Ситуация Не очень веселая Так по В среднем По стране Вот Ну Есть такая профессия Родину развлекать Да Родину удивлять В данном случае И мы стараемся Вот Чтобы за державу Обидно не было Все-таки показывать Хорошего Классного уровня Шоу Чтобы Тот же А вы за границей Показывали его? За границей Конечно показывали Мы были в Европе Мы были в Африке В Китае В Арабских Эмиратах Вот Было Раньше было Много предложений Поскольку И программа была Немножко попроще Не такая емкая Сейчас мы привезли Более 80 тонн Оборудования Вот И коллектив у нас Более 60 человек Поэтому Вот такие Большие программы Они все-таки Невыгодны Для Для зарубежных Да Очень Очень емкая Ну и плюс Конечно же Хотя конечно Это больше минус Это все-таки Животные То есть Не все страны Могут принять Не все могут Предложить Ветусловия Не позволяют Вот Мы все-таки Не хотим Отказываться Пока от работы Животных В цирке Потому что Мы все-таки Называемся Цирком И в этом Сегменте Обязательно Должно Присутствовать Такое Как Дрессура Животных Традиционные Клоуны Вот Без этого Это будет Уже не цирк Будет театр Будет все что угодно Но они должны быть Традиционные Они должны быть Понятны Человек должен Приходить в цирк И понимать Что он пришел В цирк Потому что Цирки должны быть Акробаты Клоуны Четырех Четырех дней С вами Говоришь Через Видеокартинку Нужно прийти Обязательно посмотреть Весь этот объем То есть Картина не передает Этого Всего объема Потому что В номерах Участвуют Более 20 Исполнителей Одновременно То есть Это Занята вода Синхронное плавание На Барьере На сцене Работает Балет Вот И Воздушный Я так понял Что у вас синхронистки Это не просто так А вообще Все мастера спорта Да Только профессионалы Ваши коллеги По спорту профессиональному Только профессионалы У нас Акробаты Гимнасты Спортивная Художественная Гимнастика Вот синхронное плавание То есть Ну Только с помощью Таких подготовленных Ребят Можно сделать Высокопробное Шоу Вот Ну По сути Это Программа Представляет Такой Сплав Сплав Циркового Искусства Шоу Фонтанов Шоу Света Вот С элементами С огненными элементами То есть Мы научились Все стихи Вода Огонь Можем Да Все это Объедините Но это Обычные Традиционные Жанры Это Жонглеры Акробаты Гимнасты Но это Как-то связано С водой Получается Конечно Конечно Все И Фонтаны Работают В оформлении В этих всех номеров То есть Условно говоря Я представляю Вот воздушные гимнасты Довольно-таки Традиционные У них номера Вот эти вот Полеты А в это время Там что-то происходит Воздушные гимнасты Просто С чем связано Значит Много Много у нас Чего хочется Показать Вот Программу Резиновую Делать невозможно Потому что Люди Не высиживать Обычно Дети Мы перешли к тому Что мы Просто Объединяем Жанры Мы Объединяем Несколько жанров В один номер Вот И одновременно Показываем И воздушный номер И эквилибр на тростях Плюс синхронное плавание То есть Это идет одновременно Это идет одновременно Я говорю Что Мне же Может быть До 30 человек Одновременно То есть И каждый Выполняет Свою работу Что-то делает Каждый Конечно То есть Есть и воздушный номер Есть и балет Авторский И все это еще Как-то синхронизировано То есть Они что-то общую Какую-то картину Создали Конечно У них Ну Одинаковые Более-менее Костюмы То есть Каждый номер Это маленькая жизнь Вот И у нас Нет Специально Не делали мы Какой-то там Определенной Драматургии Не делали сюжетной линии Почему Потому что Все-таки Тогда Кому-то будет неинтересно То есть Либо дети будут Квыряться Либо взрослые Пить пиво Вот И поэтому У нас Программа построена так Что мы Переключаемся Там С каких-то таких Высокопробных Там номеров Переключаемся В банальные Детские репризы Там Конкурсы Там Дрессура Собачек То есть Это все Собачки у вас тоже есть Да Они работают на сцене Обязательно Конечно У нас есть еще Ну я просто к тому Что у вас же Подходят по центру Собачки-то Они не всегда Любят это делать У нас в первом отделении В первом отделении Часть бассейна Накрыта сценой Третья часть Бассейна Закрыта сцена То есть суша есть Присутствует Да Потому что нам нужно Показать все-таки И как у нас красиво Работает балет У нас очень красивые Иллюзионные трюки Вот И те номера Которые непосредственно В воду не входят Они демонстрируются На этой сцене Но все равно Вода присутствует Практически в каждом номере Либо это Синхронное плавание Либо это Оформление фонтанами Ну и каскады воды То есть Вода летает И на купол И с купола Я все-таки Должен спросить Вот когда пришли Помните Наши сотрудницы Заинтересовались Вот там страшно написано Про крокодилов и питонов Вот Как у вас Если вы говорите Одновременно Синхронистки в воде И крокодилы в воде Ну вот расскажите Это вот это Реально опасно Или это Все-таки гарантировано Что это все Они мирно Уживаются там Ну Я в самом начале Сказал что у нас Очень большой опыт Вот И мы достаточно Давно работаем Вот И По сути Технику безопасности И охрану труда Никто не отменял Ну это понятно Ну как вот Крокодилу Насчет охраны труда Объяснить Вот У него У него есть Свой укоротитель Который за это Отвечает За своих партнеров Но они там Не завязаны Завязаны Да Потому что У него Есть ограничитель На носу Да Чтобы он не смог Открыть Потому что Все-таки в воде Использование Этих животных В воде Как бы Оно логично Вот Но в воде Они гораздо активнее Агрессивнее И сильнее То есть Чем на суше То есть Если на суше Им легче управлять Крокодилом Прикрыл ему глаза И все И делай что хочешь В воде Этого сделать невозможно В воде Очень Эти рептилии Они сильные Вот Очень верткие И Несколько агрессивные То есть Теплая вода Как так сказать Несколько агрессивные Вы так мягко говорите Теплая вода Все-таки Дает им возможность Так вот Быстренько разогреваться И входить в свою И тем более Если там вокруг Что-то живое Еще шевелится То я думаю У них просыпаются Эти Ну может быть Что-то и просыпается Но поскольку Крокодил тоже Уже давно С нами работает То он уже знает Наверняка У вас один там Крокодил У нас один Да Рабочий И один Дублер Вот Сидит Просто ест Еще вопрос Про клоунов Вы говорили Вы знаете Вот Такой опыт Мой даже Как отца Условно говоря У меня Почему Ребенок Не полюбил цирк Мы пришли на представление Ему не понравился Клоун Вот вы знаете Он сказал Такое вполне возможно Он сказал Дяденька злой И мы ушли Вот Бывает Агрессивная Работа Клоунов Ничего не хочу сказать О коллегах Тем более О каких-то Я же тоже не говорю Кто этот был Домодом У меня Запрещено То есть Это просто табу На шутки Ниже пояса Вот И Всякие Привлечения Вот Довольно Агрессивное Знаете Выдергивание Там Это самое Только по доброй воле Если человек не хочет участвовать Его насильно никто не вытаскивает Ну и естественно Никаких шуток ниже пояса Никакой пошлости Чтобы не было Чтобы клоуны были добрые Именно добрые Потому что насчет шуток ниже пояса Дети-то этого могут и не понять А вот дети ломаются на том Что клоун недобрый, агрессивный Так, к сожалению, не бывает Но это не наш случай Слава богу И вообще, смотрите, а вот все эти костюмы Это тоже ваши все разрабатывают? Костюмы, да, костюмы тоже Нам художник рисует в Москве Занимается пошивом моя супруга Яна Шевченко У нее там свой цех А, ну цех, то есть Я уже так себе представил, как она там Такую огромную тупу Хотя в 90-х годах мы и сами сидели Когда начинали Сидели в гостинице, шили костюмы Пришивали камни, блестки Тогда было все сложнее Это все, ну вернее, тогда невозможно было достать Таких вот тканей, которые существуют сейчас Таких украшений Вот, и сейчас это костюмы Тоже суперсовременные Очень красивые Ну, авторские таких костюмов Пока, ну мы Вообще у нас есть такая Этика не повторять костюмы Какая-то параллельная программа Там, неважно, будет это вода Или обычная программа Вот, все-таки такая у нас Есть между собой Негласная договоренность Ну вот, смотрите Все-таки вот эта ваша вот такая Большая цельная программа Она состоит из определенных номеров, да? То есть часто ли приходится Артистам переодеваться? Много ли вот этой костюмерии у вас? Да, у нас есть ребята, которые просто бегают Туда-сюда, с одного номера в другой Номера не так сказать, чтобы сложные То есть и не было задачи с самого начала Делать какие-то рекордные трюки То есть мы не за этим Мы хотим, чтобы люди приходили И ахали только от удовольствия А не от того, что они там Не, ну чтобы сердечко замерло Это уже эти иногда хочется Очень сильные Ну, не знаю У нас все-таки работа направлена на то, чтобы Люди удивлялись, изумлялись Получали положительные эмоции Но это все-таки больше именно как в названии Шевченко-шоу, да? Именно шоу скорее больше Это все-таки больше отличительный знак Здесь нет никакой вот Как вам сказать Ну, вы имейте в виду, что здесь Культа личности нет никакого Нет, я как раз слово шоу говорю Не слово Шевченко Это именно как бы все-таки Главное во главу угла шоу Зрелищность Да, конечно А то, что там кто-то супер прыжок С самого начала То есть мы были одни из первых Вот законодателей такой моды Чтобы все-таки делать Не цирковую дивертисментную программу А именно вот объединять номера Объединять жанры Вот Облачать их в необычные костюмы Чтобы что-то люди увидели новое Чтобы они не только это по телевизору видели Или не только ездили, например, в цирк Дюссалей Сейчас мы составляем очень серьезную конкуренцию для цирка Дюссалей И это здорово Конечно здорово Конечно здорово, господи Всегда же было приятно жить в Советском Союзе Когда мы знали, что советский цирк это лучший цирк в мире Он на самом деле так и был Он таким и остается Он таким и остается на сегодняшний день У нас очень сильная цирковая школа Очень много специалистов, которые могли бы и дальше передавать свой опыт Конечно, побольше бы, конечно, финансирования на это Но у вас очень затратно ведь все Смотрите, я послушал вас Сколько у вас хлопот и все же это стоит денег Мы, собственно, сами себя окупаем Мы работаем практически от того, что Как бы заработаем, заработаем Не заработаем, поедем дальше Вот Я скажу честно, что удивлять людей очень сложно в последнее время Вот Мы, конечно же, стараемся что-то новое выдумывать Что-то такое передовое Вот Стремиться Конечно, у нас нет столько денег на раскрутку, как у цирка Дюссалей Вот Но мы не хуже И люди это говорят в своих отзывах Очень часто в отзывах пишут, что мы были на спектаклях Дюссалей Вас не хуже, а даже лучше Мы вот начали еще до эфира немножко говорить Я тоже почистал отзывы, которые остались на сайте Кировского цирка Вот по вашей программе у тех людей, которые уже успели посмотреть Я просто не знаю, сказал нет Вы работаете с 9 марта в Кирове Да, мы с 9 марта И по 14 апреля И по 14 апреля И вот буквально первые отзывы, они меня чем удивили? Я вам тоже сказал До этого тоже было много хороших отзывов Хорошие приезжают артисты, на самом деле Но всегда почему-то отмечали кого-то одного, например Да, что мне безумно понравился воздушный гимнаст И мне безумно понравился этот эквилибр какой-то сумасшедший А у вас сразу отзыв идет целиком о программе Это вот, вы считаете, это вот то, что вы хотели достичь? Конечно Конечно, конечно Ну, просто есть специалисты, которые там могут выделить какой-то жанр А здесь вся программа, один номер не хуже другого А то и лучше То есть номера идут вообще, в принципе, по нарастающим Вот и финал уже, когда там ванны по 500 литров воды Они просверлены, как дуршлаки Вот, и, собственно, идея очень простая Так, погодите, я ничего не понял Я понимаю, по радио трудно рассказать Ванная просверлена, как дуршлак, это что вообще такое? Что происходит? Стеклянная полусфера, которая вмещает в себя 500 литров воды То есть это такая серьезная штука И они поднимаются одновременно 4 штуки Вверх? Да Они просверлены, вот, они, набравшись водой, поднимаются вверх И вода из них выливается, да, как из дуршлака Как из лейки? Ну, можно сказать и так Даже как из лейки на огороде, да? Вот, и эффект получается просто сумасшедший То есть, по сути... Это концовка такая? Да, это, ну, это тоже оформление То есть основной номер, это все-таки стеклянная сфера Там внутри, в большом шаре, в стеклянном работает девушка Красивая пластика, гимнастика Вот, синхронистки в данном случае выступают, как воздушные гимнастки То есть они плавают, потом, кстати, в этих ваннах поднимаются Опускаются, все это очень смотрится красиво Очень много фонтанов, водопадов Там много всего Ну, то есть это уже финал Мы там можем себе позволить дать все То есть это уже все Ну, и заканчивается это все, конечно, фейерверком Да, ну что я могу сказать? Время, к сожалению, нашей программы Андрей подходит к концу Вот, честно говоря, вот хоть бы прямо сейчас пошел И стал все смотреть, так вы хорошо рассказываете Напомню, что в гостях у нас был Андрей Шевченко Руководитель цирковой программы «Цирк на воде» Правильно я разговаривал? Да, совершенно верно Все, сам он еще и воздушный гимнаст И еще и дрессировщик морских львов Программа у нас будет в Кирове работать до 14 апреля Я не знаю, как вы, уважаемые слушатели Но я точно на нее уже пойду Спасибо, Андрей, большое Пожалуйста И успехов вам Всего доброго Крупный план